Фельдшерско-акушерский пункт села Новомихайловка. С раннего утра прием пациентов здесь ведет Ольга Андреева. В этом ФАПе специалист работает чуть меньше года. Впрочем, даже за такое короткое время фельдшер успела завоевать уважение и признание сельчан. Можно одним словом сказать, что это действительно человек своего дела. Я просто других комментариев не нахожу. Молодец. Я очень довольна, но я считаю, что это мнение не только мое, это мнение всех жителей села. Когда бы ни обратился, пришел в любое время, всегда примут. Дадут полную консультацию и обращение вежливое. А когда доктор обращается вежливо, оно явно влияет на здоровье пациента. Сегодня в Новомихайловке проживает порядка тысячи человек. Среди них немало стариков и детей, которые нередко нуждаются в медицинской помощи. В недавнем прошлом они могли попасть на прием к специалисту не больше двух раз в неделю. Решением проблемы стала программа «Земский фельдшер». В постоянной работе в местном ФАПе привлекли Ольгу Андрееву. Женщина уверена – солидный, подъемный, отличный стимул. Деньги все равно всегда привлекают людей. И молодежь пойдет работать на село, я думаю. Кто-то купит первоначальное жилье, хотя бы недорогое, а потом уже дальше заработает. Напомним, в рамках федеральной программы «Земский фельдшер» специалист получает подъемные в полмиллиона рублей. Так, к примеру, только в Алтайском районе сегодня работает 11 ФАПов. Еще недавно дальнейшая судьба некоторых из них вызывала вопросы. Отдаленные населенные пункты сельской местности не всегда нам получается привлечь специалиста. Именно финансовый момент здесь очень важен. Мы именно благодаря программе закрыли три населенных пункта. Сейчас остается вакантным еще один населенный пункт. Я думаю, что эта программа поможет нам подобрать и туда работника. Тем временем в Хакасию участниками программы уже стали шесть фельдшеров. Эксперты добавляют, потребность в них будет только возрастать. В ближайшую пятилетку в рамках национального проекта по здравоохранению запланировано строительство 75 амбулаторий, ФАПов и фельдшерских пунктов в селах Хакасии. Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС. Продолжение следует...